Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и вообще-то я давно хотела снять как бы видосик, отзыв о косметике «Чистая линия», которую я еще до этого снимала, когда я это купила, ну, когда она у меня только появилась, вот. Вот, и сейчас я как бы пользовалась ей несколько месяцев, некоторыми продуктами больше, некоторыми продуктами меньше, что-то из единорожей этой линии мне понравилось, что-то не понравилось, и сейчас я хочу вам рассказать об этом, в этом видео, тавтология, неважно. Начну я с вот этого вот, ну, вот этим я пользуюсь чаще, вот этим я пользуюсь не так часто, этим я пользуюсь вечером, потому что она, типа, матирует, снимает жир, обезжиривает, снимает жир, снимает одежду с вас, кожу, все, что можно снимать, вы, короче, умираете, все. А, видео кончилось, да нет, вот, ну, короче, эта пенка мне понравилась больше всего из коллекции, помимо, конечно, вот этого тоника, ну, как вы помните, у меня было два тоника, я пользовалась в основном маленьким вот этим вот вариантом, оно абсолютно одинаковое, что маленький, что большой, и зачем мне два, ну, видимо, надо, вот. Тоник мне понравился, он хорошо обезжиривает, он смывает с вас грязь перед макияжем, если вы, ну, типа, перед макияжем, короче, пользуетесь. С демакияжем лучше все-таки использовать в паре еще вот эту пенку, потому что эта пенка реально снимает вообще все, весь макияж, всю грязь, снимает все. Отлично матирует, эффект долгий, пользуется ей приятно, она мягкая, но, к сожалению, тут сказано, что она вулканическая, типа, с активированным углем. Активированный уголь выходит только в первую секунду, потом пенка белеет. И вы такие, ну, эх, ну, в принципе, пойдет за свою цену, так что вот это можно порекомендовать, хорошо. Далее, скраб, скраб, я о нем упоминала еще в видео с корейской косметикой, где я сравнивала, короче, правда, по-моему, слове ясно. Этот скраб со скрабом, который пользовалась, он, конечно, дороже, если в полном формате его покупать, ну, реально дороже, но он лучше. Этот скраб, я даже не могу понять, что делает. Максимум, он вымывает какую-то грязь и спор, но это такое абстрактное понятие, что, мне кажется, он не делает абсолютно ничего, кроме мотирования кожи. Он очень сильно сушит, если пользоваться им утром и вечером. Если пользоваться им каждый день, он у меня очень сильно сушит кожу. Ну, пенка, кстати, не сушит кожу, если пользоваться ей каждый день. Я пользуюсь ей каждый день, и у меня все нормально. Когда я начинаю пользоваться каждый день этим скрабом, у меня кожа начинает шелушиться, ей становится очень неприятно, приходится мазать кремом. К кремам мы сейчас перейдем. Поэтому, если вам хочется купить какой-нибудь скраб, лучше его не брать. Лучше брать что-нибудь подороже и что-нибудь, где больше мелких частиц, потому что тут гель и очень крупные частицы этого скраба, которые вообще ничего не делают. Все. Об этом мы закончили. Далее я перехожу вот к этим прекрасным кремам. Один крем действительно хороший, один крем не очень хороший. Угадайте, какой? Какой вам больше понравился? Конечно, давайте начнем с ночного. Ночной крем можно использовать не только на ночь. Он действительно смягчает, питает, увлажняет. Но лучше не перебарщивать, потому что оба этих крема, как ни странно, комедогенные. Я не знаю, почему. Я помню, что в них входит компонент, который звучит так, как будто вас послал нахуй к толху. Ну, и он является как бы комедогенным. Поэтому его можно использовать как легкое увлажнение и на ночь. Собственно говоря, на ночь я им и мажу кожу. В принципе, все хорошо. Если кто не помнит, как он выглядит, как бы вот. Его уходит немножко, но он вполне себе приятный, хороший. Если у вас очень жирная кожа, вам не стоит его брать, потому что он хорошо, очень хорошо увлажняет. Слишком хорошо для жирной кожи. И на жирной коже могут появиться прыщики. Вам это не нужно. Потому что мы всю свою жизнь пытаемся избавиться от прыщиков. А кто не пытается избавиться от прыщиков, у того их нет. Крем-маска для лица. Честно говоря, как маску я его не использовала. Но я его пыталась намазать на все лицо, от чего у меня на следующий же день. Ну, или не на следующий день, возможно, просто ближе к вечеру. Просто повыскакивало куча прыщей, появилось раздражение. И, короче, я не думаю, что для комбинированной кожи он подходит. Я даже не знаю, подойдет ли он для сухой кожи. Потому что он вроде как увлажняет, а вроде как сушит. Добивает поры. И, собственно говоря, этим самым... Ну, как сказать, этим самым... Короче, именно на этом сыграло то, что его можно нанести вот на эту зону, где у нас черные тучечки. И он их скрывает. Но вот я с ним сейчас попыталась нанести макияж. То есть использовать его как базу исключительно зонально. Это вот на Т-зоне. Потому что прошлые мои опыты нанесения его на все лицо, они не дали хороших результатов. Я боюсь наносить его как маску, потому что мне кажется, что моя кожа спасибо мне за это не скажет. И у меня потом просто все лицо аптепет. Не так вот. Если кто не помнит, как он выглядит. Он выглядит вот так. Там какие-то мелкие сияющие частички, которые, в принципе, как раз и маскируют наши черные точки. Ну, честно говоря, я о нем больше ничего не могу сказать. Потому что после где-то трех раз его использования, я решила, что ну его нафиг и больше им особо не пользовалась. Если у меня сегодня к вечеру что-нибудь выскочить на лице, в той зоне, куда я его нанесла, я его вообще нафиг выброшу. Потому что не нужно мне такое счастье, которое приносит несчастье. Вот. Пожалуй, в принципе, это все, что я хотела сказать об этой единорожей линейке. Если у вас есть какие-то продукты, которые вам из этой линейки понравились, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Расскажите, что это за продукт, почему он вам понравился, как вообще ваша кожа на него отреагировала. Потому что мне кажется, что ну абсолютно не вся кожа на это реагирует так, как у меня. Еще напишите тип вашей кожи, потому что это важно и это, возможно, может кому-нибудь помочь. Если кто-нибудь все-таки собирается, тоже попробуйте эту линейку. Вот. А на этом все. Я с вами прощаюсь. И все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok